Сегодня на встрече присутствуют люди, которые занимаются предпринимательством или которые, по крайней мере, сопричастны как-то этой деятельности, и возникает действительно непростой вопрос, который, кстати, имеет, в принципе, два решения. Ну, даже не решения, а две точки зрения. Одна из этих точек зрения, на которую не знаю, как вы отреагируете, ну, например, её высказал один предприниматель Александр Малышев. Знаете вы его или нет? Я его не знаю. Но почему я называю его имя? Поскольку хочу сказать ту мысль, которую он выразил. Мысли очень сильные. Те, кто хочет заниматься бизнесом, должны отказаться от Бога. Чтобы бизнес был успешнее, нужно постоянно конкурировать с другими, работать по 15-16 часов в сутки. А это налагает и соответствующие, так сказать, нагрузки на всё сознание. Но главная идея... Вы поняли? Если вы ещё этого не знаете, то я удивляюсь, что вы приехали сюда-сюда. Как же так? Нужно отказаться от Бога. Ох, идея! Почему? Но он аргументирует. Что такое конкуренция? Он объясняет. Ну, я думаю, что здесь даже объяснение требуется, но мысль его очень простая. Что как только мы занимаемся конкуренцией, то мы оказываемся фактически в театре войны. А на войне кто же, когда думал и предполагал, чтобы там не найти такие хитрые ходы, чтобы обмануть противника? Посмотрите, как Суворов побеждал, как ловко. И другие полководцы. Всегда на войне это подразумевается. А бизнес – разве это не война? Да ещё какая! Да настоящая! И победители побеждённые! И часто те, кто побеждают, оказываются более побеждёнными, чем даже сами побеждённые! Вот одна из точек зрения. И обоснование, видите, какая? На войне. Что обязательно нужно идти напрямик? Да кто же так делает? Иногда – да! А нужно искать ходы и выходы. А окружить, обмануть? Кто возразит против этого? Он – человек хитроумный, сам занимается этим и говорит это не просто из теоретических соображений, а говорит, видимо, из достаточного опыта. Ну, я вам скажу так. И хотя эта точка зрения действительно, на первый взгляд, кажется, достаточно обоснованной, и действительно здесь есть аргументы, которые свидетельствуют, кажется, именно об этом, тем не менее, мы встречаемся с фактом и прямо противоположным, когда очень многие бизнесмены, очень многие, не только верят в Бога, а даже являются ещё христианами, потому что поверить в Бога – немного ума надо, я вам скажу. И я только удивляюсь на тех, кто верит, что нет Бога. Почему они верят, что нет Бога, я до сих пор не могу понять. Потому что нет ни одного аргумента, который бы подтвердил, был бы таким сильным аргументом, что нет Бога. Нет, просто верят, что нет Бога. Верят. Самый сильный аргумент – кто его видел. На что и ответ был совершенно однозначный. А вы свой ум видели? Нет, следовательно, его. Ну, это вы что, оскорбляете? Да, одним словом, очень много, многие действительно люди, занимающиеся этой деятельностью, искренне верующие люди. И не просто верующие. Вы понимаете, и бесы веруют, и трепещут, как об этом пишет апостол Иаков. Ну, и действительно, по существу это так. Да. Не просто веруют, а именно стараются жить по вере. И вот здесь действительно возникают серьёзные вопросы, как совместить христианские принципы жизни вот с такого рода деятельностью. Правда, когда именно указывают на этот род деятельности, то здесь, знаете, звучит определённого рода или недопонимание, или прямая фальшь. Потому что я не знаю, в какого рода деятельности и у нас, и в других странах, в какого рода деятельности нельзя вдруг оказаться перед лицом той же самой ситуации. Ну, помните Гоголя «Мёртвые души» Антона Антоновича «Кувшинное рыло»? И, видите, и имя какое хорошее! А фамилия вообще просто красота! Кувшинное рыло! Помните, как Чичиков хотел там оформить? Тот Чичиков заявил, вы знаете, это потребуется, столько времени, всё! Тогда Чичиков достал, бум, ассигнацию и положил ему на стол. Кувшинное рыло тут же прикрыл её и сказал, ну, через час, самые большие, через два можете зайти, всё будет готово. Что это, какой бизнес? Нет! Он был простой чиновник. А то, что мы сейчас слышим, то, что мы видим в средствах массовой информации, только и говорят о том, что вот здесь не то, здесь не так, то есть всюду оказывается искушение, как это, если говорить на церковном языке, искушение вот поддаться вот тому, чтобы не заработать больше, а получить больше. Оно всюду присутствует, можно сказать, почти во всех сферах нашей жизни. Причём не думайте, что только в светской сфере. Дальше многоточие. И как кремль не говорили, sapienti satis est, то есть понимающего достаточно. Во всех, увы, сферах жизни. Поэтому, когда вот этот аргумент ставят и относят его только к предпринимательству, то, конечно, невольно, так сказать, думаешь, о, если бы только! Наверное, жизнь была бы намного у нас светлее, чище, правдивее и лучше. Совсем нет. Вы не думаете, что будто бы в церкви есть какое-то оптимальное решение, такое, которое бы было настолько универсальным, что его можно было применить к каждому конкретному случаю? Ну, конечно, нет! Но есть некие принципы, на которых церковь считает, что должна утверждаться деятельность каждого человека независима от её характера. Независима! В какой степени человек может это осуществить? Это действительно уже вопрос практический и жизненно, конечно, конкретный, но суть именно в этом же. Когда мы хотим быть здоровыми, нам говорят, нужно так-то питаться, то есть не объедаться. Нужно так-то выпивать, но не напиваться. Да. Нужно устраивать свои отношения с людьми так, чтобы не было раздражения, тем более не было взрывов, гнева и ярости, чтобы не было сильного возбуждения, поскольку всё это влияет и на нервы, и на психику, всё это разрушает здоровье. Мы все это знаем? Ну да, знаем! И поступаем точно наоборот! Так что каждый из нас в этом плане такой же предприниматель! Но, тем не менее, тем не менее, есть верное направление. И если человек даже привык объедаться, то иногда всё-таки он вдруг откажется. Даже привык напиваться, всё-таки иногда он лишний стаканчик, рюмочку не выпьет. Видите, очень важно иметь верное направление. Вот этот истинный, я бы сказал, вектор жизни, тогда он даёт возможность человеку при его искреннем желании конечно, даёт возможность удерживаться и сдерживаться в тех ситуациях, когда действительно, действительно это сдерживание и удерживание может действительно помочь остаться на уровне истинной человечности. Вот есть несколько, если хотите, таких принципов православной веры, но я думаю, что их трудно вообще не принять не только православному, а человеку и не только религиозному, хотя некоторые вещи, они действительно достаточно так как бы скрыты и невидимы. Есть законы некие, которые не все знают, и подчас по этой причине, нарушая их, мы навеваем себе шишки. в чём эти шишки, мне бы хотелось всё-таки сказать, поскольку это очень важный вопрос. Дело в том, что в нашем, так сказать, широком, я бы сказал, сознании религиозном, то есть под широким, что я разумею, настолько широким, что сразу не увидишь ничего конкретного. Ну, в общем, ну и кто-то есть, может, Бог есть, да, ну, церковь, ну, в общем, нет определённости, нет ясности, нет понимания очень многих вещей. Так вот, в этом таком широком понимании существует принципиально заблуждение в понимании одного из важнейших вопросов нашей жизни. Что такое грех? И вот сейчас спросить каждый скажет. Да я говорю не о том, какие виды греха, вопрос другой, не о виды, а почему он грех? Обычная точка зрения какая? Ну, ты грешишь, вверху, 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 что и судья, он тебе а-та-та, как папа-мама. Ну, как, в дороге едет человек, нарушил правила, всё, зафиксировали, плати вот такое восприятие. Это восприятие, кстати, называется юридическим восприятием, в котором Бог понимается как, так сказать, высший судья, как богиня Фщамиида у древних греков была с завязанными глазами, богиня справедливости, которая не смотрела на лица и каждому определяла наказание или награды в зависимости от его дела. Так и здесь тоже грех понимается именно как нарушение того внешнего закона, который дал Бог, ну, в Библии, скажем так, ну, неважно, в Коране, в какой-то другой религии, с христианской точки зрения, а лучше сказать, с православной точки зрения, это неверно. Никакого внешнего закона, вот, который, так сказать, издал указ и перечень. За каждое нарушение будет то-то. Нет этого. Это совершенно ложное понимание. Оказывается, ситуация совсем другая. Грехом называется, называется, и этим обозначается, и в Евангелии, например, фиксируется, показывается, что такое грех. Грех – это любое зло, которое я причиняю себе прежде всего. Лучше сказать, зло – это опять общее. Я скажу другое – рану причиняю себе. И вот даётся то, что мы говорим, заповеди Божии, коричтение грехов, добродетелей. О чём здесь идёт речь-то? речь идёт о том, что истинная человечность в человеке, она должна обладать вот такими свойствами. Свойствами какими? Братолюбие, милосердие, воздержание, жертвенность, если хотите. А ещё лучше скажу очень такую формулу, которая особенно важна для нас – требовать своих прав – это дело справедливости, а жертвовать ими дело любви. Это, наверное, только в православии можно услышать такое решительное, я бы сказал, категорическое заявление. Дело требует своих прав, да, и мы требуем, и по всему миру требуют, и по всему миру идут революции, восстания, мятежи и чего только нет. Все требуют справедливости. А жертвовать ими дело любви в межличностных отношениях, подчас в отношениях между даже корпорациями, между предпринимателями, как важно иногда будет понять этот принцип и смотреть, где только это возможно, действительно подчас пожертвовать. Чем пожертвовать? Ведь в основном эта жертва заключается в чём? В самолюбии. Пожертвую ли я своим самолюбием? Я вот так утверждаю, и всё. Я на том стою, как помните, на том стою и не могу иначе. Вот этот принцип интересный, о котором говорит православие. Так вот, что такое, оказывается, вот эти заповеди, о которых мы говорим, и что такое грех в ситуации такого рода. Бог открывает человеку, ну, в том же Евангелии, говорит человеку, образно, сначала привезу пример, говори, голубчик, не ходи босиком по битому стеклу. Вот, оказывается, что такое заповедь. Пей чистую воду, а не грязь из лужи. Что такое заповедь? Это то, что мать говорит ребёнку, не делай этого! Он не слушается. Тогда она уже в гневе говорит, утонешь, не приходи! Ну, это уже высшее наказание, конечно! Как это он утонет? Да, и может прийти потом. Вы слышите, что такое заповедь? Это предупреждение, это голос любви! Не делай вот так! Ты плохо сделаешь кому? Ни мне, ни Богу! Богу мы ничего не можем сделать! Сами выражения, когда мы оскорбили Бога и так далее, речёт не о том, что его оскорбили так, что он пришёл в ярости, в гнев, и теперь нам воздаст что-то! Нет! Речь идёт совсем о другом! Бог предупреждает! Если хотите, умоляет человека! Смотри, вот как правильно поступать! И ты будешь, ты будешь счастлив, ты будешь блажен! Ты получишь благо, если не будешь ходить босиком по битому стеклу! Вот, оказывается, грех – это рана, наносимая человеком самому себе! Иногда эта рана особенно откровенно видна! Особенно бывает откровенно, когда кто-то, кого ненавидит, тот, может быть, даже не знает, что я его ненавижу, а я ненавижу! Но что-то у меня что-то с сердцем плохо! Бегу к врачам! Вы что? Вам надо успокоиться! У вас давление какое! У вас будет инфаркт, у вас будет инсульт! Вы что делаете? Слышите? Врачи даже обычные говорят, не делайте этого! Бог только это и говорит! Только если мы, мы под грехом часто, что мы видим по близорукости, человек, что увидим? Грех, но убить! Ну да, это, конечно, грех! Это я вижу! Слышите, медведь огромный передо мной стоит, это я вижу! Чуть-чуть поменьше, то действительно, как у Гоголя, когда подъезжал Чичко к Плюшкинскому, помните селение? Смотрит, кто там стоит! Одетый странно! Да ещё каким-то голосом говорит! Ай, баба! Ай, мужик! Никак не может понять! И с той стороны выглядывает, и с другой не может понять! Ай, баба! Ай, мужик! Так и здесь грубые вещи! Мы ещё понимаем! Да, это нехорошо! И даже совесть подчас подсказывает! Ну и вообще понятно! Чуть-чуть помельче! Говорят, вы видите? Нет, я ничего не вижу! Если когда были, когда вот нужно очки, там на очки зрение применяли, знаете, какие там целый ряд этих букв с больших вот до маленьких? Вижу! 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 Тут... и дальше ничего не вижу! Так, но от этого буквы всё равно остаются, не меняются! Ещё раз повторяю, это очень важная мысль! В высшей степени важная мысль для нашей практической жизни! Грех – это то зло, которое я причиняю себе! О божественной голос, заповедь есть ничто иное, как только простое, но любвеобильное предупреждение! О чём? Не завидуй! А что? Я ему ничего не делаю! Просто у него, друг, лучше коттед, чем у меня! И всё! И я позеленел! Как у Данте! Знаете, там написано, «Так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я!» Я ж только запитый! Грех! А почему грех? Даже в чисто физическом, даже чисто органическом, понимаете? Кто страдает? Да ещё чего! Что у него лучше, чем у меня? Какое у меня страдание! Душа моя изнывает! Ужас! Где зависть, там появляется озлобленность, неприязнь к человеку за что? Только за то, что у него лучше, чем у меня! И забывая посмотреть на себя, кто же я тогда, если я страдаю от того, что у другого хорошо и лучше, чем у меня! Грех называется так! и действительно, вредит кому? Мне! Мне! Я другому ничего и сделать не могу, может, человека, а я весь страдаю! В одной из книг, я помню, четвёртого века, там даже описывается, описывается внешний вид человека, ну, такого, обладающего уже, ну, особой завистью. У него длинные брови, у него впалые глаза, он весь худой и бледный, да, у него вид, вид мрачный, вообще, когда почитаешь, ну, просто невозможно! Ну, бывает, но, в общем-то, у всех нас есть зависть, у всех! Кстати, надо сказать, все у нас есть страсти, все доедины, без исключения, правда, проявляются они только тогда, как на фортепиано, когда звук издаётся, когда нажмём на клавишу, не нажимаете, молчит. Знаете ли, было, даже есть такое стихотворение, а настоящая загадка, стоит древесно, к стене примкнуто, звучит прелестно, быв пальцем ткнуто. Ну-ка, что это? Ну, да, клавесин такой, или физгармония там, понимаете? Ну, фортепиано, если хотите. Да. Видите, оказывается, до тех пор, пока не нажали на клавишу, я хорош, я хорош, особенно, когда сплю, вообще никому никакого вреда не делаю. Так вот, оказывается, что такое грех? Это очень важно, потому что мы всё время думаем, ну, это Бога прогневили, это, ну, Бог милости, ну, простит. Ну, ну, при чём тут простит, если я иду по гвоздям, которые торчат кверху? Говорят, не ходи! Ну, при чём тут простит или не простит? Я же себе врежу, тебе предупредили, тут гвозди, гвозди торчат, вот, доска кверху этими кончиками, не ходи! Вот и всё! Вот, что такое заповеди Божьи, предупреждение! Бог говорит, ради Бога не ходи, не делай так! Что не делай? Не осуждай, не клевещи, не завидуй, не гордись! Ты этим самым себя ранишь! Себя, голубчик, себя! Богу ничего сделать не можем! Бог только предупреждает нас! Насколько важно вот это понимание! И насколько оно, к сожалению, далеко от основной массы людей! Как только мы думаем, что мы, нарушая заповедь или грешим этому, что-то Богу, против Бога действуем, то, ну, всегда тысяча оправданий найдётся! И я немощный, и я то-то, и я сё-то! А когда я понимаю, что я себя буду пить, и у меня цирроз в печени будет, то, пожалуй, я немножечко так и прижмусь! Слышите? Вот что такое грех! Почему это так важно? Я думаю, что и объяснять нечего! И это важно в какой угодно сфере деятельности, а лучше сказать, в сфере жизни! Все мы живём, все мы соприкасаемся, все мы толкаем друг друга, все нажимаем на клавиши друг друга, так играем у каждого, знаете, как на гармошке на нервах и психике окружающих людей, как же и те играют на наши! Почему наш мир так наполнен всевозможными неурядицами и постоянными нестроениями? так вот, в отношении, если теперь чуть-чуть приблизиться к нашей теме разговора, есть несколько таких положений, которые выведены из опыта реальной жизни, и в частности. Вот один из моментов. Ну, все мы понимаем, что такое благотворительность, подчас стараемся, многие считают, что хоть свои грехи замолить тем, что дать на церковь, что-то такое, а кто может даст миллион, глядишь, орден получит, и так думают, кто за орден, кто за то, что там Бог может что-то помиловать, то есть купить. Идёт, знаете, какая? Куплю-продажа. Я, Господи, тебе, ты, Господи, мне. Опять одна из грубейших ошибок. Есть духовный закон, который я вам зачитаю, зачитаю. Кто делает добро ради воздаяния, тот скоро перестаёт быть добрым, изменяется. Вы слышите, кто делает добро ради, ожидая из себя награды, неважно от кого, от Бога, от людей, ну, например, похвалы хотя бы. Помог в церкви? Ну, табличку вешает, такой-то, сякой-то и немазаной, фамилия, имя, отчество, его трудами и благотворительностью, возлюбленнейшей братья и сестры. Знайте этого человека! Вот мы теперь здесь! И печально, когда батюшка даже и не знает, что он делает. Человек, может, от души хотел сделать, а ему кинжал в самое сердце всаживает этот батюшка. Какой кинжал? Честлавие возбуждает в нём какое! Самомнение и всё после этого человек, который тщеславится вот своим добром, своими добродетелями, под корень рубит всё дерево своего добра! Всё! Потому что тщеславие уничтожает всё! А посмотрите, как это развито! Как это развито! Иногда зайдёшь к нам и даже не веришь, думаешь, что делает? Что делает, батюшка? А то ещё хуже бывает! Вот он стоит! Видите, среди вас! Вот его супруга! Давайте поблагодарим! Какой ужас! Это хуже атеизма! Хуже атеизма! Губим, вонзаем нож в душу человеческую! И то ещё, какой добро он хотел действительно что-то ещё сделать, сделать, осознаваясь свои грехи и муракаясь и думая хотя бы хоть что-то, чем-то я могу так, здесь полностью уничтожается! Этот не понимает, батюшка! Но беда и той, что мы подчас не понимаем тоже! Когда думаем, рассчитываем, рассчитываем, да, что таким образом умилостивить Бога, который нам за это я ему дам рупь, а ты мне, Господи, давай миллион! И вот так идёт торг человека с Богом! И всё ради чего? Главный вопрос, без решения которого никакое предпринимательство и вообще никакое дело и вообще никакая жизнь не может иметь никакого смысла! главный это вопрос заключается в том, чтобы рассматривать свою деятельность, любую деятельность, какая бы она ни была, с одной только точки зрения. А какова же цель моя конечная это, если на это посмотреть с точки зрения конца жизни, вот я это делаю так, какова цель моя, какова цель моей жизни? Иначе ставят вопрос, каков смысл моей жизни? Это одно и то же, слова только разные, каков смысл? Любопытнейшее явление в психологии. У нас сколько угодно задач, сколько угодно целей в жизни, которые мы ставим, добиваемся, подчас, не знаю, какими трудами и ошибками, и злыми даже делами. Главный вопрос выпадает из поля зрения. Каждый день только и видим, и слышим, тот-то скончался, тот-то погиб, вот, а вот-то инфаркт. Каждый день и всё это проходит мимо. Это он, это они, но не я. вот такой же глупости это поискать. Это человек разумный. Говорят, гомо сапиенс. Какой умный! Это поразительно. Христианство со всей силой обращает внимание на это и говорит, человек, если ещё осталось хоть грош ума, ты первым должен решить этот вопрос. Ибо если ты это здесь не решил, если ты этого не осмыслил, ты никогда не сможешь вести надлежащим образом свою работу, своё творчество, своё искусство, да что угодно! Почему? А где она цель? Куда иду? Куда? Все дороги ведут в Рим, да? Какая бессмыслица наступает! Недаром великие люди писали об этом вопросе и как ещё писали, с какой силой? Например, Достоевский писал, только с верой в своё бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле. С верой бессмертие личность неуничтожима. Ответственность будет! И ответственность совсем не обязательно в том, как думают и как рисуют. Например, помните, мытарство, там, кто подвешен, кто на сковороде жарится. Да никаких сковород не надо! Ничего не надо! Иногда, когда вот, вдруг человек что-то совершит пакостное, одна совесть только может замучить. И если здесь, ещё благодаря телу, что мы в теле, это может звучать не с такой силы, ну, заснул я в конце концов и перестал, отдохнул, кажется, и совесть замолчала. Дела, суета и, может, отпустила, то, покинув тело, уже душа не может ни заснуть, ни отвлечься, поэтому опыт говорит, что в тысячу раз большее страдание придётся перенести человеку, человеку, чем нежели здесь на земле. Совесть не заглушишь. Ещё раз повторяю, здесь можно заглушить, там нельзя. Достоевский с какой силой пишет, только с верой в своё бессмертие человек может постигать всю разумную свою цель на земле. Вера, в вечную жизнь. Что такое бессмертие? Вера в вечную жизнь. Это имеет колоссальное значение для человеческой деятельности. Неважно, какой он занимается. Неважно абсолютно. Только это становится как своего рода основой, как фундаментом, только на котором можно строить правильно свою жизнь. там, где нет веры в бессмертие, веры, то есть, в душу, веру отсюда, в нравственную ответственность, там, оказывается, это дом на песке. Просто поражаешься на многих людей, особенно, вот у нас говорят, миллиардеры, миллиардеры. Вы знаете, что миллиардеры – это мальчики на побегушках у триллионеров, о которых никто не пишет. Какие? Вот умно поступают. Умно? И что? Скажите, и что? Как-то читаю, читаю, рак горла у этого. Его питают с ложечки с чайной, через трубочку. О, миллиарды! какое счастье! Вообще, действительно, приходится удивляться, ну, не на других, а на себя, конечно, что забывается этот самый главный вопрос жизни, что если есть действительно Бог, если есть бессмертие, в котором только именно душа и увидит всё так, как есть, сейчас мы, знаете, как во тьме ходим. Ничего не знаем! Ничего не знаем, что будет завтра, что будет через час. Абсолютно ничего! Действительно, полная тьма! Там же откроется действительно видение всего своего внутреннего мира, всех своих страстей, и какие страдания действительно будут у человека, когда он увидит, что можно было бы, как и что я сделал, как я-то поступил, из-за чего, из-за пустых совершенно вещей. Вопрос этот, конечно, очень серьёзный, но мне хочется упомянуть ещё об одном законе. Оказывается, всё то, что сделано нечестно, в конце концов, обернётся как бумеранг. это надо просто помнить. И дело касается, опять-таки, не только предпринимателей, Господи, да все люди до одного предпринимателей, только в разных направлениях и по-своему. Все! Всё, что сделано нечестно, обернётся против тебя самого человека. Вот это закон! Если бы только действительно мы были настоящими христианами, например, или даже хотя бы мы хотели стать настоящими людьми, помня только это, насколько бы мы изменили свою жизнь, своё отношение и к людям, и к делам, и к природе, и ко всему на свете! Это же закон! Представляете, ну нельзя нарушать закон природный, нельзя почему нарушать? Потому что он убьёт по самому нарушителю. Приходится вот постоянно повторять это один закон, например, тяготение. Да. Ну что? Ну, давайте, мне лень идти с 15-го этажа, чего я пойду там, или на лифте, или тем более по лестницам, я сразу, как птица, вылечу в окно и воспарю. Не правда ли? Ах, нет, нельзя. А почему нельзя? Закон тяготения. Ну и что закон тяготения? Плюнь на закон тяготения. Скажет, вы что, шутите? Ох, как тут мы умные! Когда касается тела, как ума, как много, кожи! Когда касается основополагающих моментов жизни, ничего я не знаю. Хочешь жить – умей вертеться. Что-то вертеться – лги, лукав, обманывай. Это, да, как жалко, что не знаем мы этого закона. Особенно страшны раны, которые наносит себе человек, когда мы приносим вред другому человеку. Уж когда в себе самих грешим, это одно дело, когда по отношению к другому, это в десять крат хуже. Ещё бы! Я ещё хочу, я причиняю зло другому даже человеку, а не только себе своим коварным поступком. Вот такие-то законы, законы удивительные. Но хочу отметить, ещё, точнее, ответить на один вопрос, который нередко задают. И часто, большей частью, задавали эти вопросы безнесменные. Причём вопрос такой, это удивительно, я не от одного слышал. Прямо обращались и спрашивали, что такое. Но я не знал никакой ни церкви, ни православия. Но потом, ну, по ряду, так сказать, причин, не будем говорить, каким, я всё. Там, если бы не крещён был, я крестился. Крещённый, я постарался, постарался, насколько это возможно, жить по церковным правилам. И что говорит дальше? Вы знаете, у меня всё пошло кверх тормашками, через пень в колонну. Это что-то ужасно! Вот что происходит? Сколько раз приходилось слышать это? и не знают почему. А причина-то известная и очевидная. Я был грешным, а теперь я вошёл в церковь. Теперь кто я? Ну, что вы! Разве можно сравнить? Насколько я лучше стал-то? Насколько я лучше? Слава тебе, Господи! Я не какой-нибудь вот там! А я уже теперь в храм хожу, свечки ставлю, поминания подаю, исповедуюсь, причащаюсь. Я, знаете кто? Не фунт изюма. Самое страшное состояние человека – это вот это так самомнение, мнение, мнение, что я уже не такой, как другие люди, что я лучше стал, слышите, я лучше стал. Это ужасная вещь! Это вот тщеславие, в корне которого лежит, конечно же, гордыня, она убивает самый корень, если хотите, души человеческой. И вот святые отцы пишут, пишут в связи с этим, объясняют, откуда и происходит всё это, откуда, почему такие начинаются скорби, почему начинаются? потому что это, может быть, заставит немножко человека опомниться, что ты совсем не лучше стал, а ты только увидел, увидел, тебе открыли и показали, как лучше стать. Но от того, что я увидел, я от этого лучше не стал. И то, что я хожу в церковь и ставлю свечи, это совсем ещё не лучшесть. Лучшесть в чём состоит? Не в этих внешних вещах в исполнении церковных вот этих дел, а в том, чтобы я своё тщеславие укротил хоть немножко. Самомнение, самолюбие, эгоизм, враждебность, изменение души. Вот что лучшесть. И как ловко, вы знаете, подменяем это изменение души, необходимое и требуемое христианством, подменяем чем? А я хожу и исповедуюсь, а я причаюсь, да, а я в паломнические путешествия езжу, да, и так далее, и так далее. Ну и что? Ты от этого лучше стал? Подчас не только не лучше, а подчас к такому человеку не прикоснись! Он у вас съест живьё! Зато вошли в храм, да ещё вдруг руки назад! Не знаю ещё, какой порядок и как стоять, да. И вот святые закон сформулировали, очень хороший закон! Кто без скорби пребывает в добродетели своей, тому открыта дверь гордости. Слава тебе, Господи! Знаете, я теперь всё, я теперь православный, бизнес мой пошёл, ура! Красота, да и только тому открыта дверь гордости! Гордость же, разумею, не ту, когда помост её гордыни появляется в уме, или когда человек на время побеждается этой мыслью, но гордыню, постоянно пребывающую в человеке. Главная причина и причина в милости Божией оказывается тех наступающих, если хотите, скорби, неприятностей, которые, оказывается, довольно часто явлением. Мне вот приходилось как-то встречаться только с бизнесменами, порядка 30-40 человек, и они вот об этом прямо в один голос говорили. Что это такое? Оказывается, эти, так сказать, скорби, которые наступают, это признак чего? Моего состояния души! И если я не смогу ощутить их, не увижу их, не будет, я вообще возьму себя, не знаю, стану сатаной настоящим! Я теперь православный, и всё пошло, как по маслу! К тому же, какая ужасная мысль! Цель веры в Бога – это земное благо! И дело не в том, что вот этого христианца отнимает это. Ничего подобного! Вся суть в том, что первично, а что вторично. Что первично, а что является следствием. Так вот, первичностью что же является? Ищите прежде всего, Христос говорит в Евангелии, Царство Божие, то есть вот этого высшего смысла жизни. Слушайте, под Царством Божьим, разумеется, не блаженство райского искать, а ищите истины. Царство Божие внутри человека находится, а не в каком-то созвездии. Ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это всё приложится вам! Вы слышите? Это будет следствием, и лишь в той мере в какой-то не повредит моему стремлению к исканию действительно истинной, правильной, человеческой жизни на основании тех заповедей и законов, которые открыл нам Бог. здесь, конечно, мы встречаемся с очень многими положениями жизни, которые, которые, я бы сказал, просто необходимо знать. Очень многие вещи, которые происходят у нас. в частности, вот один из таких моментов, чрезвычайно важных, все иногда спрашивают, а я вот это не могу, я это не могу, я это не могу справиться. Не знают закона духовной жизни. Какой закон? Верный в малом над многим будет поставлен. Верный в малом. Что такое малое? Малое – это то, что я вижу. Вот это хорошо, это плохо. И у меня сейчас, в общем-то, не вызывает затруднений, никаких особых затруднений поступить правильно. Но это, пожалуй, интереснее – поступить неправильно. Ну, подумаешь, мелочь какая! Ну, и соврал, ну, и что? Ну, и осудил вместе с ним. Ну, и что? Ну, и сказал горькое слово против какого-то человека. Ну, и что? А что я ему сделал? Оказывается, когда человек не стоит, если хотите, на страже, на страже, я бы сказал, просто христианской совести, совести, тот, кто не верен вот в таких так называемых мелочах, обязательно он будет спотыкаться во всё более крупных, и, в конце концов, может прийти к самым тяжёлым поступкам. Закон! Это один из законов духовной жизни это! Один из святых даже так написал, да, где-то я видел, да, Исаак, 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 пренебрегающий мелочами мало-помалу нисходит в гибельное падение точно. И вот этим малым являются прежде всего наши мысли. Вы знаете, о чём только не говорят, когда в религии, не убивай, не кради, там и так далее, всё это понятно, все понимают, ну да, ходи в церковь, делай то-то, то-то. И как редко можно услыхать о том, что порождает все наши поступки и все наши деяния, что порождает? Наши мысли. Наши мысли вся у нас, каких их только не бывает. И тот, кто хочет стать на путь, действительно, хотя бы несколько, на путь правильной жизни, ну, духовной, не надо пугаться слова духовной, это и есть духовная, правильная жизнь, выбрасывать, не давать, ни в коем случае мыслим злым, мыслим тщеславным, мыслим завистливым и так далее, не давать ни в коем случае развиваться в себе. Вы знаете, во время Великого Поста поётся, есть такое одно песнопение, поётся в храме, слова там произносятся страшные. Человек, не знающий, просто, может, просто вздрогнуть от неожиданности, что за ужас, а слова такие. Но по-славянски сначала скажу. Блажен, кто имит младенца и разбиет младенца, твоя, о, камень! Блажен, кто разобьёт младенца, о, камень! Ужас какой! О чём идет речь? Что, когда мысль только начинается, или желание, или чувство злое, прекращать немедленно надо. если этого не сделаешь, очень легко попадёшься. Мысль злая, повторяемая многократно, превращается в дело, и человек действительно оказывается в гибельном падении. Я не помню, у кого-то из писателей, может быть, вы вспомните, есть такой рассказ, как два соседа, и вот одному соседу понадобился молоток. Ну, не оказалось, да, надо сходить. Вот, схожу-ка к Ивану, по условию. А Иван что-то вчера прошёл меня, и так, знаешь, такой, здравствуйте, что-то. А позавчера он вообще на меня посмотрел такими глазами, что ой-ой-ой, о прошлом месяце он как будто говорил о ком-то, а оказывается, договорил обо мне он так. И писатель замечательно показал, не чехов ли это, не помню. и наконец он до того себя распалил, что прибегает к этому соседу, тот открывает дверь, и он кричит ему, ну и провались ты своим молотком. Вот, боже мой, что случилось? Причём тут я провались и молотком? Великолепно показал, великолепно показал, что как внутренний наш мир, к чему может привести действительно, здесь может быть несколько гротескно изображено, но закон был точно, точно обозначен, как важно следить за своими мыслями, за своими чувствами, как много вреда они нам часто приносят. Ой, как много! КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...